АЛЕКМЕНС Это связывает и то, что основателем города также считается Петр Бекетов. Он в числе казаков основал здесь Зимовье как пункт приема ЕСК с местного населения. Это и многое другое рассказали гостям, проводя различные экскурсии по достопримечательностям города. Готовились очень тщательно, с интересом, с энтузиазмом, я думаю, все ликменьчане готовились. Проходили у нас и подготовительные этапы были. Ну вот, допустим, мы проводим экскурсии по городу. Начинаем с начала города, как говорится. Это у нас площадь Ленин, площадь Победы. Затем памятник Центр Сибирцам. Оттуда мы спускаемся с памятника, идем по пути. Значит, Спасский собор у нас, Часовня Александра Невского. Памятник интересный реке Лени. Затем посещаем Спасское селение, реконструкция которого недавно прошла. Спасский дом, который в музее находится. Затем с интересом посещают у нас гости аэропорт. Хочу сказать, что мы очень рады, что из цех у нас сейчас такая погода хорошая. Такое время интересное, красивое. Вообще, этот праздник очень мне нравится, то, что он яркий, красочный, добрый, вкусный даже, можно сказать, и так. Этот красивый видный Спасский собор 1870 года постройки. После ряда исторических событий и изменений, благодаря реставрации, он принял нынешний вид в 2005 году. Он был построен как церковь каменная, а затем уже священным синодом была переименована в Спасский собор через 13 лет, в 1883 году. В свое время, конечно, он служил для людей, для населения, вот церковь это была. Потом было время, что в советское время это был клуб после войны, здесь танцы были. Затем в последующие годы склад был. Было время, что горело здесь. И в 2005 году вот ее восстановили. Вообще, можно сказать, что он восстановлен, знаете, из пепла, потому что был же разрушен, только было вот основание, верхнего этажа вообще не было. И когда перед тем, как восстанавливать, сюда приехали специалисты из Якутска, они изучали, возможно ли восстановление, изучали оклад. И когда увидели, что здесь в окладе использована бутовая окладка, то есть камни на 2 метра в ширину, на 2 в глубину, и за счет этого вот основание так хорошо сохранилось, и приняли решение о восстановлении. Постройку этой часовни Александра Невского олегменчане задумали еще в 1881 году в честь чудесного избавления от смерти Александра II освободителя. Собрали деньги, написали прошение в Якутск и Москву, и только после 10-летнего ожидания, уже после смерти императора, часовня в честь небесного покровителя была установлена. А на центральной набережной города, будто выходящей из воды, воссела красавица река Лена, одна из трех памятников реке в нашей республике. История ее создания, оказалось, имеет свою историю. Обычно проходят же всевозможные конкурсы, в том числе и в нашем городе, и вот однажды проходил экологический конкурс рисунков. И вот на одном из рисунков была, значит, одна девочка нарисовала, значит, Лену. В волосах у нее были рыбки, там, цветочки, листья, тина, как будто бы на волосах была. Одна из членов жюри говорит, вот хорошо бы нам такой памятник Лене, вот наподобие этого. Ну и администрация района эту идею подхватила, поддержала, и передали свою идею, и этот рисунок Николаю Чучосову. И вот в результате получилась такая красавица. Сам Николай объясняет тем, что у истоков Лена – это девочка, устье – это реки Лена-матушка, ну а здесь как бы средняя такая вот миловидная девушка, молодая женщина, можно сказать, красавица. Таким образом, 14-й по счету из Сехоланхо открывает свои двери в городе Алёкминск, в городе с богатой историей и интересными архитектурными памятниками. Субтитры создавал DimaTorzok